Я буду рассказывать о своем понимании Эроса и Танатаса, которая возникла именно из-за того, что я изучал психику и характеры людей с патологическими пристрастиями. Я изучал, естественно, то, как регулируется настроение у человека, какие есть генетические особенности. И вот 15 лет тому назад нам удалось создать лабораторию, первую лабораторию в мире, которая стала заниматься типированием синдрома дефицита удовлетворенности для клиники. И мы использовали эти особенности, какие полиморфизмы наследуются человеком, что делает его предрасположенным к тому, чтобы начать злоупотреблять сильнодействующими веществами и приобрести при жизни новый инстинкт, патологический инстинкт привязанности к этому образу жизни или к этому веществу. Я не знаю, как лучше сесть, наверное, у меня, да? Можно? Перед тем, как начать что-то говорить, я хочу поставить вам... прочитать одно стихотворение и поставить два музыкальных фрагмента. У этих фрагментов, на самом деле, мелодия одна и та же. И написал их один и тот же композитор, Жорж Безе. Но они совершенно не похожи друг на друга, потому что поданы совершенно в разных манерах. И вот одна из этих манер, она такая седативная, и она, на мой взгляд, как я буду потом объяснять, тяготеет к тому, что подразумевал под этим словом Тонатос Фрейд, а другая, она представляет те вот ощущения, которые подразумеваются под словом Эрос. Эрос и Тонатес. Ну, давайте я сначала прочту стихотворение Лермонтова. «Выхожу, один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянье голубом, Что же мне так больно и так трудно, Жду ли чего, жалею ли о чем, Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть, Я ищу свободы и покоя, Я б хотел забыться и заснуть, Но не тем холодным сном могила Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь, Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел надо мной, Чтоб вечно зеленее темный дух склонялся и шумел. И вот, сейчас, Володя, Если можно как переставиться с презентацией на мелодию, Сначала будет тот самый нежный голос, Который не нежный, а сладкий голос, Который поет о любви. Это в исполнении Лемешева, Оперо, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Добро, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Добро, искатель жертв. Добро, искатель жертв. Добро, искатель жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Мега и восторг. Восторг. Когда-то, давным-давно, в 71-м году, я ещё в подпольное стал заниматься йогой и обнаружил, что эти упражнения у меня вызывают такое очень приятное, сладко-нежное ощущение после занятий. Я как-то ухватил то, как надо этим заниматься. Много лет спустя в Соединённых Штатах, вот Владимир говорил об этом, мне посчастливилось встретиться со школой йоги Бхаджина, который распространял на Западе технологию кундалини-йоги. Меня пригласили в реабилитационный центр, который занимался реабилитацией наркоманов при помощи этой самой кундалини-йоги. Я приехал туда довольно подготовленным и начал заниматься, и сразу почувствовал, что это совершенно другие впечатления после упражнений по сравнению с тем, что я до этого испытывал. Это были ощущения такого необыкновенного восторга. То есть то, чем я занимался, вначале давало ощущение ниги, а потом я научился этой самой йоге восторга. Жизнь подвела меня к тому, чтобы заниматься реабилитацией людей с патологическими пристрастиями. И в основном-то они используют методы, которые вызывают интенсивный восторг или интенсивную негу. Это стимуляторные и седативные препараты. И вот о том, как, я считаю, мотивируется жизнь представителей животного мира, Вот я сейчас попробую, ну, как-то вкратце немножко так обозначить своё понимание. Для тех, кто хотел бы этим заняться более пристально, мы создали сейчас на базе одного йоговского центра, который называется Эра Водолея. Мы сделали компанию, которую назвали не очень удачно, по-моему, Reborn, которая занимается вопросами того, как жить долго и счастливо. И эта компания такая постепенного обучения вширь. То есть мы хотим обучить каких-то людей, которые потом дальше будут эту систему знания распространять по системе многоуровневого маркетинга. В этой компании мы начали с того, что мы сделали еду. Еду, немножко отличающуюся от того, что принято. Обычно, и об этом сейчас я буду говорить во время моей презентации, обычно человек получает удовольствие от еды, то есть удовлетворяет свой пищевой инстинкт седативным способом. Человек съедает обильно большое количество высоко гликемической пищи, и дальше поступает целая последовательность биохимических изменений в организме, и которая на некоторое время приводит его в состояние нежного, такого опиатного состояния. А, к сожалению, на этом не кончается, и состояние потом меняется из хороших в ужасные. И особенно это трудно переносить, и наоборот, очень желанно алкогольникам и наркоманам. Поэтому для них мы создали сначала, когда-то для них, для детей, для их детей, которые тоже предрасположены к тому, чтобы стать потом впоследствии тоже зависимыми, и еду, которая бы удовлетворяла стимуляторным способом. Странно, как это... Ну вот про то, что есть у нас такая... изощрённая система регуляции эндогенными опиатами, это сейчас все знают. А про то, что у нас существует система регуляции эндогенными стимуляторами, это стало известно значительно позднее, и не так широко известно. И вот я пытался понять нейрофизиологические пути регуляции ощущения сытости. Каким образом мы удовлетворяем свой пищевой инстинкт? И пищевой инстинкт, оказалось, он бывает естественный и когда-то человечеством найденный, извращённый пищевой инстинкт, у которого немножко по-другому созидается ощущение сытости. Можно сказать, назвать такой инстинкт голода и инстинкт аппетита. Вот извращённый – это инстинкт аппетита. И современное человечество в основном страдает аппетитом. А настоящий голод люди не испытывают и его не удовлетворяют. Ну и вот создали такой способ питания, назвали его пранофуд, который становится всё более популярным, и из месяца в месяц продажи пранофуд удваиваются. То есть он достаточно вкусный, и об этом это отдельный разговор, если кого-то заинтересует. Начнём всё-таки с того, как же устроен, на мой взгляд, аппетит, то есть как устроены инстинкты. Ну вот здесь, на картинке, в этих кружках написано название трёх царств многоклеточных живых организмов, которые есть на Земле. Это грибы, растения и животные. И только у животных есть поведение. И это поведение, на мой взгляд, возникло потому у наших древних, самых примитивных предков, потому что у них возникла как бы обратная связь, то есть самоощущение. И поведенческие стратегии все стали обслуживать вот эту шкалу различных ощущений, которые простираются, ну для человека можно это назвать таким образом, буквально от суицидальной депрессии, то есть невозможности совершенно терпеть это страдание, до ощущений райского блаженства. И все животные занимаются одним и тем же. Они стремятся к тому, чтобы сделать себе немножечко получше и избежать того, чтобы стало похуже. И какие же способы возникли в животном мире для того, чтобы это делать? И все животные, которые мы называем инстинкты. То есть это определённые, совершенно запечатлённые в геноме, поведенческие, то есть образцы поведения, поведенческие навыки, которые животное неминуемо должно выполнять. И так получилось, а так эти поведенческие навыки отбирались, что они были совместимы с жизнью, и, собственно, давали возможность животному ухаживать за собой в этом мире и воспроизводить себе подобных в следующем поколении. В 1954 году молодой электрофизиолог Джеймс Олс пошёл работать. Пошёл работать в лабораторию, которая занималась кортированием мозга. То есть они занимались внедрением пары микроэлектродов через дырочки в черепной коробке. На небольшом расстоянии кончики этих микроэлектродов бывали и импульсно подавали разность напряжения, 50 милливольт. И животное откликалось тем или иным образом. Таким образом они кортировали, из какой области мозга можно вызвать трепыхание правой передней лапки, из какой левой задней, из какой высунут язык и так далее. Вот таким образом в 50-е годы это была целая революция, бурное развитие знаний о том, какие области мозга за что отвечают. Конечно же, и до сих пор это ещё не всё досконально известно, но известно много больше. И вот в соседней лаборатории с Джеймсом Олдсом его коллеги нащупали ту область мозга, из которой можно вызвать сон у животного. То есть крысе внедряли микроэлектроды, подавали 50 милливольт, крыса засыпала. И Джеймсу Олдсу хотелось попробовать повторить этот опыт. Но он ещё не очень искушён был в этой технике внедрения. И получилось так, что он не попал в ту самую область, в которую попадали его соседи, а у него сместились эти электроды. И в результате он нащупал ту область, где животные получают удовольствие. Причём такое сильное удовольствие, что если дать возможность животному начать нажимать на рычажок, вот эта камера скиннера, в которой рычажок, животное подключено к проводкам, и может само себе создавать эти самые импульсы. И крысы начинали самостимулировать примерно 3 нажатия в 2 секунды, где-то порядка 7 тысяч нажатий в час, и это доводило до смерти. То есть оказывается, эта область, которую потом назвали Nucleus Accumens, вернее, она называлась Nucleus Accumens прежде ещё, то есть прилежащее ядро, она умирает от апоптоза, то есть нейроны самоуничтожаются, от слишком сильной эксплуатации. Вот такое голубое ядро на этой схеме головного мозга как раз и обозначает ту область, где рождается самоощущение у человека. Ну, естественно, все бросились изучать, а каким образом регулируется активность Nucleus Accumens, что бывает, когда там отсутствует активность, и что бывает, когда там очень интенсивная активность. И знания об этой регуляции постепенно становятся всё более точными. Оказалось, что на этой тоже схеме головного мозга сначала мы на человеке посмотрим, а потом более подробно, наверное, удобнее использовать схему мозга крысы. Всё-таки мозг крысы примитивнее. Вот на территории среднего мозга, мезонцефалин, находятся две области, основные области, в которых создаётся один из важнейших медиаторов головного мозга, который называется дофанин. Это два соседа. Один называется вентральная тегментальная область, другой называется чёрная субстанция, субстанция нигра. И вот все эти стрелочки, разные области мозга, которые исходят, это всё пути распространения дофамина, то есть это основные источники дофамина нашего мозга. И одна из этих стрелочек как раз направлена в сторону нуклеусокумбенс. И оказалось потом, что чем интенсивнее поступает дофамин в нуклеусокумбенс, чем более чувствительно нуклеусокумбенс к дофамину, тем более яркие ощущения испытываются человеком или животными. Вот сейчас перейдём к следующей картинке. Вот это то же самое, только у крысы. Вот это неокортекс крысы. Это вот этот гиппокамп, это там её префронтальная кора. И вот это белым, это пути распространения дофамина. И на этой картинке как раз хорошо можно видеть основные черты того, как развиваются у животного и ощущения удовлетворения, и как связана с этим память об этих ощущениях. То есть как запечатляются переходы на этой вот шкале уровней удовлетворённости. И оказывается, что для развлечения, например, алкоголизма и умеренного пьянства, умеренное пьянство – это никак не болезнь, а это любительство спиртного, а болезнь – это алкоголизм, вот оказывается, что запечатление, совершенно система запечатлений разная. Оказывается, что если животному или человеку в момент употребления алкоголя плохо, то есть он испытывает дисфорию, и алкоголь имеет возможности очень быстро создавать изменение настроения. То есть, как говорят наркоманы, человек испытывает приход после определённой порции алкоголя, и ему становится хорошо. Вот это запечатляется, ну, например, если мы возьмём… У человека это то же самое. Вот этот вот древний мозг, древний рептильный мозг называется стриатум. И в стриатуме его задняя часть, дарзальный стриатум – это хранилище памяти. И вот тогда такие впечатления, когда интенсивно, быстро из дисфории в эйфорию переходят состояние, они запоминаются в дарзальном стриатуме. А эта память была создана, и стриатум ещё – это тот мозг, в котором, собственно, сознания-то и нет. Нет разума, который бы руководил поведением этих древних животных. А крыса уже вполне сознательное существо. И у неё есть другой отдел памяти – гиппокамп, уже подчиняющийся крысиному разуму. И можно у крысы вызывать любительство алкоголя и вызывать алкоголизм. Вот если крысе хорошо, и она получает порцию алкоголя, то она может стать любительницей, но она не будет преодолевать преград, она не будет страдать ради того, чтобы добыть себе порцию алкоголя. А вот те крысы, которых алкоголизируют, они похожи на людей-алкоголиков, и они способны бороться за удовлетворение уже этого прижизненно созданного инстинкта. Здесь на картинке изображено довольно примитивное животное, которое вдоль и поперёк известно биологам, такая основная модель изучения биологии. Они знают про него всё. Это такой небольшой круглый червяк, длины примерно 1 мм, который живёт в почве и питается гнилостными бактериями. То есть он чувствует запах, распространяющийся от гниения, и по градиенту концентрации ползёт к этому месту и подъедает эти бактерии гнилостные. Червяк называют цинорабдитис элеганс. Про него известно, действительно, всё расшифрован, его геном. Известно, что он состоит всего из 959 клеток, из которых треть, а именно 302 – это нервные клетки, нейроны. И среди этих 302 нейронов, 8 – это те, которые умеют создавать дофамин и чувствовать дофамин. Это дофаминергическая система этого самого цинорабдитис элеганс. И всё его поведение мотивируется именно этими 8 нейронами дофаминовыми. Что умеет делать для себя червяк? Я всего, конечно, не перечислил, но хотя бы основные вещи. Он прекрасно понимает, что такое половые аттрактанты, и ползёт в сторону распространения половых аттрактантов. Он прекрасно понимает, откуда еда берётся. Он чувствует температуру и выбирает себе комфортную для себя температуру. То есть он умеет двигаться. Двигаться, есть, спариваться. Недавно статью, кстати, увидел где-то прямо по интернету о том, что про цинорабдитис элеганс выяснили, что для него половой инстинкт сильнее, чем пищевой. А что это такое? Вот как вообще сравнивают с инстинктом сильнее и слабее? Вот у нас, у людей, которые, так сказать, прошли длинный эволюционный путь развития, огромное количество инстинктов, о которых мы не подозреваем, которые иногда необыкновенным образом вылезают из нас, и мы даже не знаем, почему нам что-то нравится, что-то не нравится в этой жизни. Всё это обусловлено инстинктивной нашей природой. Если это не в структуре наших инстинктов, то мы к этому абсолютно безразличны. Ну как, там, кошка может быть безразлична. Правда, у некоторых кошек тоже можно вызвать, так сказать, это при жизни уже инстинкт. Ну, например, к куску хлеба. Для кошки это ничего, ни хорошо, ни плохо, правда? А для голодного человека это может быть очень привлекательным. Так вот, как когда-то основатель науки о поведении животных, или, вернее, нельзя сказать основатель, потому что много было народу, но тот человек, который оформил, наконец, это как этология, Конрад Лоренц, называл это, что в нас работает парламент инстинктов. И все инстинкты конкурируют за то, чтобы вылезти к нам в сознание. Вот. И они борются, они составляют между собой какие-то заговоры, группы, фракции, партии, и пытаются своего спикера поставить на трибуну, и тогда все инстинкты, которые с ним ассоциированы, получают свое удовольствие. И человек получает удовольствие от удовлетворения этих инстинктов. Ну, какие... Я обычно привожу такой пример инстинкта, который у всех людей есть. Ну, хотя бы вот маркетологи это знают, потому что они знают, что продукты... На картинке, которая рекламирует продукт, если там есть кошечка, то эти продукты покупаются чаще, чем без кошечки. Почему? Откуда берется это вот самое такое? Почему мы любим кошек? Почему... Вот у меня дома две кошки. Очень... Это приятно. Нет. И у многих... Многие люди держат кошек и небезразличны к ним. За кошками очень приятно наблюдать. Правда? Откуда это взялось? Оказывается, когда-то в древности наши предки были, так сказать, пищевым субстратом для крупных кошек, вроде леопардов, ягуаров, тигров, львов. И археологи, которые занимаются поиском костных останков древних людей, обнаружили, что на всех костных останках обязательно есть следы зубов кошачьих. То есть люди, наши предки, обязательно умирали в зубах этих огромных кошек. И для тех людей, которые наблюдали за своим хищником достаточно пристально, для них шанс выжить и дать потомству был больше. А для тех, которые с неудовольствием или с безразличием наблюдали, ну, наблюдать с пристальным вниманием, когда тебе это безразлично или неприятно, не так уж хорошо. Эти люди особенно быстро попадались, так сказать, к ним в когте. И получилось так, что отобрались те люди, которые любят наблюдать кошек. И люди даже специально создали себе миниатюрную кошку и радуются её жизни бок о бок с людьми. Вот. Вот такой скрытый инстинкт у нас есть, например. И таких очень много инстинктов. И я даже думаю, что на самом деле искусство, самое разное искусство, которое вызывает у нас неосознанно эмоции, оно именно способно пробуждать скрытые струны нашей души. Благодаря наблюдательности и таланту творческих людей. Вот здесь немножко более сложная схема того, как устроена эта регуляция поведения, учитывающая уровни удовлетворённости. Вот начиная от нейтрального состояния вниз – это состояние дисфории, вверх – это состояние эйфории. И вот мы здесь, может быть, кому-то не очень видно, суицидальная депрессия. Ну, дискомфорт, значит, из нейтрального состояния вниз – просто дискомфорт, состояние печали, страдания, мучения. Суицидальная депрессия – это просто такие, как бы, стоянки. Их гораздо больше, и, в общем, это такая непрерывная шкала. А вверх – это ощущение комфорта, радости, блаженства и райского блаженства. А по оси капсис будем откладывать релизеры, то есть то, что вызывает действие инстинктов. От каких-то отрицательных, которые вызывают суицид. Суицид – это тоже релизер, а ощущение, то есть как избежать суицидальной депрессии. Так плохо, что терпеть невозможно, и человек спонтанно, импульсивно выходит из жизни. Те релизеры, которые вызывают боль, вызывают потерю, рутинная какая-то работа, какая-то вкусная еда, секс, ну и наркотические препараты. Вот здесь они так отложены. И потом, если дойдёт дело, я буду рассказывать интересные схемы того, что можно из этой картинки получить. Но пока что я вернёмся к инстинкту. А как устроены инстинкты? Все инстинкты связаны с системой регуляции настроения, или регуляции самоощущения, на которую я только что сейчас показывал. Как регулируется активность нуклеуса кунданса. И каждый инстинкт имеет свой механизм того, как подавлять эти самоощущения, как заставлять человека, допустим, страдать, так что страдания становится невозможно терпеть. И человек вынужден прибегнуть к релизеру, то есть запустить этот самый инстинкт. Этот механизм в этологии называется аппетенция. То есть у каждого инстинкта своя аппетенция. Аппетенция – слово «апетта», и от того же слова «аппетит», то есть по-латыни это принуждение. И домогательство, вернее, есть более точно. То есть каждый инстинкт при помощи аппетенции домогается того, чтобы его осуществили, подавляя регуляцию самоощущения. А запускают освобождение от этого страдания. Это эти реалии внешнего мира, которые называются релизеры, они испускатели. Для пищевого инстинкта это еда – релизер. Какой самый сильный инстинкт у нас? Дыхательный. Попробуем не дышать. Мне говорят, дыхание – это такой автоматический процесс, рефлекторный процесс. На самом деле инстинктивные виды поведения, они все состоят, это сложное рефлекторное поведение, но если оно связано с системой регуляции настроения, то это инстинкт. То есть если есть какой-то поведенческий навык сложный, который умеет подавлять настроение, и благодаря этому человек, вынь да положь его, выполнит, значит это инстинкт. И вот дыхание – это безусловный инстинкт. Если мы попробуем не дышать минуту, то нетренированный человек даже не выдержит одной минуты. Он поневоле вдохнет. И если вы попробуете наедине с собой проделать эксперимент, то есть задержать дыхание, смотреть на секундную стрелку, то через некоторое время вы почувствуете, как нарастает дискомфорт внутри, всякие там, много таких неприятных, в том числе ужасная тревога. И в тот момент, когда вы сделаете вдох, моментально весь этот дискомфорт исчезнет, и наоборот вы получите волну удовлетворения от этого вдоха. Попробуйте на себе это. То есть неупотребление инстинкта приносит страдания, употребление приносит моментальное освобождение и награду. И так устроены все инстинкты. И у каждого инстинкта есть две составляющие. Как у мотивации, как Хаджана Среддин мотивировал на то, чтобы его осёл двигался в нужном направлении. Он его колол палочкой стимулом в зад, а перед носом вешал морковку. Это компульсивная составляющая инстинкта. И обсессивная. Обсессия на вождение и компульсия – это заставление. Вот таким образом мотивируются. Инстинкты есть унаследованные, их очень много, а есть прижизненно приобретённые. И, кстати, часто бывает так, что прижизненно приобретённые… Ну, человек, конечно же, чемпион в мире животных. Он разнообразнее всего находит способы удовлетворения всё новых и создания новых инстинктов при жизни запечатлённых. Хотя в животном мире такое тоже случается. И перед тем, как рассказать, как у человека это бывает, давайте я приведу пример тоже, который тоже подсмотрели этологи. Это в Германии было, возле одного промышленно развитого города в 50-е годы 20-го столетия. Вот там был завод. На этом заводе было много отбросов таких, куски проволоки. И в тех местах поселились сороки. И эти сороки стали вить гнёзда из проволоки. Почему? Оказалось, что когда птица вьёт гнездо и ввивает новую веточку в строящееся гнездо, она испытывает, по нашим меркам, можно сказать, оргазм. И вот этологи обнаружили, что птица делает такие возвратно-поступательные движения своей головой, пока эта самая палочка не замрёт в каком-то положении. И в это время у неё происходит разрешение такое оргазмическое. Она лечит за следующей палочкой. И так далее. И вот оказалось, что из проволоки получать оргазм гораздо эффективнее, чем из деревянных палочек. И птицы стали вить из проволок. И, естественно, потомство их не выживало, поскольку холодно, да, вымерзали эти яйца отложенные. Вот такое патологическое пристрастие, которое было отмечено у определённых животных. А вот как определить, что на удовольствие есть? Ой, это специально... Вот этологи этим как раз занимались для того, чтобы поймать, каким же образом у сорок это и получается, что действительно они сумели исследовать, что это действительно был оргазм. У птиц мозг немножко по-другому, чем у нас устроен. Если у нас основной орган разумного поведения – это неокортекс, у птиц – это гиперстриатум. Но вот и у нас, и у птиц стриатум есть. Мы произошли все из рептилий. Но одни одну настройку устроили, другие – другую настройку. Я не могу сейчас рассказать, как, но это было объективно сделано. Вот. И как же у человека... Ну, как происходит алкоголизация? Допустим, человек был таким счастливым, был эффективным в своей жизни. У него семья любимая. С этой семьёй они, допустим, по праздникам или по выходным дням немножко выпивали, никаким алкоголиком он не был. Я просто знаю несколько историй конкретных, как это случалось. А потом этот человек теряет ребёнка или жену. Это такое горе, которое переживается ещё очень долго после этого события. И вот когда человек в этом горе начинает пить, он становится алкоголиком. Хотя с генетической точки зрения, скорее всего, у него всё в порядке. То есть вот мы сделали когда-то лабораторию, которая стала типировать первые четыре гена, ассоциированные с синдромом дефицита удовлетворённости. И если есть отклонения в этих генах, то, скорее всего, человек станет, если он начнёт употреблять, злоупотреблять алкоголем или чем-то ещё, то он станет пристрастным. Но вот эти люди обладали хорошей генетикой, они были счастливыми. Но обстоятельства вызвали у них стойкую реактивную депрессию. И когда они стали лечить эту стойкую реактивную депрессию алкоголем, тут-то они попались. В чём дело? Прежде всего, люди по-другому стали оценивать алкоголь. То есть он у них запал так же, как ощущение влюблённости. Оно также возникает под тем же самым механизмом, когда люди увидели друг друга, и тому и другому это понравилось, им вместе хорошо, расстались, начинали тосковать друг по другу. Потом вместе опять хорошо, вот эти вот самые взлёты из дисфории в эйфорию, несколько раз, и вдруг они понимают, что влюблены. И ничего с этим делать нельзя. Любовь зла, полюбишь и козла. Есть такая пословица. И человек, влюбившийся, с очень большим трудом потом может избавиться. Вот я езжу на Чукотку регулярно, для того, чтобы остановить алкоголизацию и вымирание некоторых северных народов. И там, когда идёшь в офис Красного Креста Чукотки, на стене дома написано большими буквами «Коля, зараза моя, люблю тебя». Я начинаю, что Коля очень, так сказать, достал её. Но вот не может она, она его любит. Вот влюбился человек в алкоголь и начинает лечить свою дисфорию, и это углубляется, эта влюблённость. А одновременно алкоголь делает так, что интенсивнее он индуцирует работу печёночных генов, которые называются монооксигеназы, то есть которые могут окислять всё, что ни попадя. Или у них есть такое название – цитохром P450, может быть, слышали. И они индуцируются, и они начинают окислять всё, в том числе и алкоголь, который создаётся в теле человека. Надо сказать, что где-то, по-моему, в 1984 году мы с моими друзьями занимались исследованиями концентрации эндогенного этанола в организме. И обнаружили очень интересную вещь, что у здорового человека примерно 1 ммол на литр здоровое состояние, а у алкоголиков, которые всё время возвратным поступательным способом лечились в 17-й наркологической больнице, где этому всё мерили, у них 1 сотая концентрация эндогенного этанола. А я обнаружил, что те упражнения, которыми я занимался, йоговские, они у меня вызывали двукратное повышение алкоголя. Вот до упражнения 1 ммоль, после упражнения 2 ммоль на литр. У всех ребят, которые со мной занимались, а их было 10 человек, которые вслед за мной ни капли алкоголя не употребляли 3 или 4 года, и умели делать эти упражнения. Мы вот делали эти упражнения, мерили алкоголь до и после, и от полутора до двукратного увеличения концентрации всегда наблюдали. А если человек, например, занимался поднятием тяжестей или интенсивным каким-то бегом, то у него концентрация этанола, алкоголя этого падала. То есть мы стали заниматься на ощупь. А что вызывает подъём? А что вызывает спать? Концентрация эндогенного этанола. Оказалось, что релаксационные упражнения, медитативные упражнения, они все немножко увеличивают. Но чемпионами оказались из того, что мы посмотрели, именно вот те упражнения в той манере сделанные, которые мне повезло когда-то самому изучить. Так вот, концентрация эндогенного алкоголя у алкоголиков чрезвычайно мала. А вообще, хорошо это или плохо? Зачем человеку нужен этот самый эндогенный этанол? Зачем организм его в таких немалых количествах создаёт? Вот если мы присмотримся, С2H5OH или там CH3, CH2OH, такая небольшая полярная молекула. OH на конце – это небольшой отрицательный заряд. Это похоже на такой ключик, который может вставиться в различные замки. А замки – это специальные структуры в огромных химических таких мастерских молекулах ферментов. И вот оказывается, алкоголь может модулировать активность фермента. То есть фермент просто… Как фермент работает? Он всё время меняет свою конформацию. И у него есть собственная частота. То есть с определённой частотой он меняет информацию и переносит, допустим, одну группу химически с одного места на другое место. Или с одной молекулы на другую молекулу. Вот так они работают. А когда этот вот самый этанол, какой-то из этих ферментов, алкоголь зависимых, вставляется, то меняется собственная частота колебаний. И он начинает либо быстрее, либо медленнее работать как положено. И вот я это обнаружил на ферменте, который называется ангиотензин-2, превращающий фермент. Вот когда из предшественника ангиотензина-2 делается сам пептид ангиотензин-2 благодаря тому, что эта депептидаза откусывает две аминокислоты. И вот оказалось, что этот фермент, он зависит от присутствия этанола. Недаром, то есть, что меня навело на это? Есть люди, которые, допустим, он сильно покраснел, у него очень давление поднялось, и вот его родные и близкие, обеспокоенные тем, что у него поднялось давление, дают ему выпить рюмку коньяка. И у него давление снижается. И вот если посмотреть, мы сделали эти самые опыты, просто брали кровь, смотрели скорость деградации коротеньких пептидов без добавки и с добавкой этанола. И разрушение этих пептидов замедлялось. Вот, то есть, депептидазная активность, она подавляется присутствием этанола. На этом же потом выяснилось основанное и форизирующее действие этанола. Ну, хотя бы одно из них. Этанол не имеет границ. Если он попал внутрь, он распределится через жировые и водные преграды, моментально совершенно растворится во всем организме и попадет в те области, где работают эндогенные опиаты. Это тоже пептиды, которые тоже деградируют таким же способом, постепенно укорачиваясь. И вот оказывается, что вот в этом самом месте вентральной, тегментальной области создается метэнкефалин. Это пятичленный опиат, который и делает нам сладко-нежные ощущения после приема алкоголя. И скорость разрушения метэнкефалина замедляется под действием алкоголя и его становится больше. То есть он по-прежнему создается, а разрушается меньше, концентрация увеличивается, мы испытываем ощущение неги. Надо сказать здесь еще, что человек придумал и другой способ увеличить концентрацию метэнкефалина. Съесть сладкое. Вслед за сладким постепенно, и я, если будет вообще время, еще покажу это, будет нарастать выделение метэнкефалина. То есть алкоголь замедляет его разрушение, а сладкое приводит к тому, что увеличивается производство метэнкефалина. Ненадолго. Алкоголь действует дольше. Ну и третий способ, третье прижизненное пристрастие, которое человек приобретает, это он заменяет эндогенный опиат метэнкефалин каким-нибудь изогенным, морфином, героином, ну и все эти вот опиатные вещества, которые мы знаем и не знаем. То есть три инстинкта прижизненно созданных имеют пересечение в механизмах аппетенция. Там есть подобие и есть с чем работать. Вот. Что еще теперь попробовать? Да, мы все-таки говорим о том, как мотивируется наше поведение. И вот мы говорили о том, что когда увеличение активности нуклеусокумбенс, благодаря тому, что туда больше притекает метэнкефалина, нет, дофамина, сопровождается запоминанием в дарзальном стриатоме, это запечатляется как неподконтрольное разуму ощущение любви к этому веществу. Или подконтрольное разуму память того, что он нравится. Мы не любим, но нравится. Вот нравится, можно от этого отказаться. Отказаться от любви нельзя. Любит ни за что, а вопреки, как говорят. Да? Так в малых дозах он полезен? В малых дозах он полезен, получается, алкоголист? Ну, понимаешь, что делал? Кому как. Но я как раз гимнастику, которую я обучаю многих людей, которым это нужно, она позволяет ему восстановить нормальные концентрации алкоголя и не пользоваться экзогенным, то есть внешним алкоголем, а пользоваться эндогенным алкоголем. И это довольно быстро обучаются люди. Недели две и вдруг человек начинает испытывать это приятное ощущение. И вот у него до... Как... Собственно, у меня была такая же история, что я в какой-то момент, когда мне было 25 лет, стал алкоголиком. И у меня был случай, когда была неимоверная тяга выпить, мне было очень плохо. И вместо того, чтобы выпить, всё-таки я сообразил и стал заниматься гимнастикой. Я прозанимался, сделал... Примерно час занимался йогой, лежу в состоянии релаксации после, там, 10 минут, по крайней мере, надо лежать. И вот я помню очень хорошо, как я назвал это для себя состояние такое волшебство в теле. Потом открыл глаза, у меня там примерилась какая-то бутылка, которая у меня спрятана на стеллажах за книжками, и от которой совершенно не мог отказаться до этого, и понял, что я могу не выпить. И это настолько поразительно было для меня, а я в то время был ещё математиком, и мышление немножко другое, и решил, что у меня есть метод, я каждое утро буду это делать для того, чтобы перестать пить. И вот, надо сказать, что уже почти 45 лет прошло с тех пор, и я держу вот это обещание себе ни капли не выпить. И через некоторое время мне стало очень легко это делать, потому что я трансформировался, я стал гораздо более счастливым человеком. Вот. И этому можно обучать, это технология. 10 минут осталось. А? 10 минут. Как? 10 минут всего осталось? Всего 10 минут осталось. Мне кажется, что ещё 50 минут, то есть 40 минут. Нет, 6, да? 10 минут. Ты попросишь. И как первые два музыкальных фрагмента со всем этим связаны, ты мне объяснил? Да. На самом деле музыка одна и та же. Если вы внимательно потом дома попробуете пропеть эти мелодии, что не приходит даже в голову, что это одно и то же. Безе просто сделал одно музыкальное произведение и потом засунул его в разных манерах, в разные так сказать оперы. Одно вызывает явное стимуляторное, а другое вызывает седативное ощущение. И давайте вот следующий я сейчас как всегда это тема огромная совершенно и не удается ее раскрыть на течение одной какой-то лекции. Вот что я еще занимаюсь этим предметом, что я обнаружил. Вот эти самые два источника в среднем мозге мезонцефалин черная субстанция и вентральная тегментальная область. Они распространяют по одним и тем же направлениям этот самый дофамин в мозгу. Но когда то есть они одновременно неактивны. Между соседями происходит борьба за то, что кто будет руководить мозгом на этот период времени. Когда мы отдыхаем у нас активно выделяется дофамин из вентральной тегментальной области. Вот мы устали, легли, отвлеклись от внешнего мира и само по себе у человека начинает созидаться ощущение сладкой неги. Ну ту, которую мы допустим утром в теплой и мягкой постели испытываем и так не хочется вставать потому что мы эту негу потеряем благодаря активности. Как это под влиянием чего это делается? В этой вентральной тегментальной области выделяется не только дофамин, но выделяется еще этот самый эндогенный опиат метанкефалин. И этот метанкефалин течет на территорию своего соседа черной субстанции или субстанции нигра и подавляет ее активность. и мы не двигаемся и получаем это самое удовольствие. Но потом приходит время для того, чтобы стать активным. Мы не можем как обломов лежать на диване все время. И нам хочется это делать. И вот человек включает черную субстанцию, а она начинает выделять гамма-аминомасляную кислоту, которая в свою очередь подавляет вентральную тегментальную область и вступает в права дофамин из черной субстанции. И это дает совершенно другие ощущения. Я не могу здесь сейчас показать всю эту ассоциацию. Здесь участвуют конечно же и медиаторы выделяемые префронтальной корой, и двигательной корой всякой, которые тоже отдают глютаматергическое влияние, активирующее в нуклеосокумность, прилижащее ядро. И там мы получаем стимуляторное удовлетворение или ощущение восторга. Вот как-то я ездил в Коста-Рику. Может, кто-нибудь бывал в Коста-Рике? Там это такая страна недалеко от экватора горная, и там есть огромное количество вулканов всяких, такие крутые горные ущелья, из которых растут огромные деревья, десятки метров высотой, похожие на то, что я видел в фильме «Аватар». И на этих деревьях живут обезьяны, ревуны. Это такие большие, вот примерно такие, по 50 килограммов обезьяны из паукообразных так называемых, которые великолепно совершенно передвигаются по деревьям таким же образом, как человек когда-то, его предки. Это называется брахиация. То есть с ветки на ветку, с ветки с дерева на дерево, на головокружительной высоте. И она передвигается, а у неё ещё на закорках сидит вот такой ребёночек, вцепившись в её шерсть. И она не задумываясь перескакивает из одного в другое, из одного в другое. Страшно смотрите, в общем, захватывающее зрелище, какой же ловкостью и точностью оценки. И моментально в её мозгу складывается, вот как мы ходим, не замечая по ровному асфальту или по ровному полу, она также в трёхмерном пространстве преодолевает эти огромные расстояния, как вот этот самый воздушный гимнаст. И испытывает при этом видимое удовольствие. И вот это удовольствие от движений очень многие спортсмены знают, это стимуляторное удовольствие. И оно как раз рождается, то есть руководится дофамином из чёрной субстанции. Что бывает, когда чёрная субстанция, поражение чёрной субстанции, что с человеком случается? Паркинсонизм. Он застревает, у него движения очень неуверенные, у него трясутся руки там и не только. А кроме того, оказывается, что у него дисфория. Это люди глубоко несчастные. Как лечат? Вот очень интересный такой феномен был открыт американскими врачами, которые лечат паркинсоников. Им назначают предшественник дофамина диоксифениланин, дофа, или допа, или допа. И вдруг, да, заболевают люди паркинсонизмом в пожилом возрасте. К тому времени многие американцы копят деньги для того, чтобы провести комфортную старость. и вдруг жены начинают жаловаться этим самым врачам на то, что муж спустил все деньги семейные, играя в азартные игры. Начинают расследовать, что такое. Оказывается, муж употребляет в 20 раз больше диоксифениланина, чем ему прописано. то есть он, испытывая дофаминовую депрессию из-за нехватки активности черной субстанции, когда дорывается до лекарства, которое дает ему возможность испытывать это вот стимуляторное дофаминовое удовлетворение, он, во-первых, злоупотребляет этим лекарством очень сильно, а во-вторых, идет еще получать стимуляторное удовлетворение в казино. И это оказывается просто болезнь и вот то, что случается со многими людьми с паркинсонизмом. То есть, вот два центра, из которых мы получаем либо восторг, который мы заслуживаем, когда мы активные, либо негу, когда мы пассивные. И вся инстинктивная деятельность основывается на том, что все инстинкты эксплуатируют эту систему, фактически дофаминовую, но она состоит из двух полюсов. Да, вот я заканчиваю, к сожалению, сворачиваюсь. Из двух полюсов, которые, на мой взгляд, можно описать как вот восторг, это эрос, а этот покой, не зря я прочитал его стихотворение Лермонтова это Тонатос. Но не тем холодным сном мой человек хотел забыться и заснуть. Он написывает какие-то... И это, конечно же, ощущение неги. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вообще, кому интересно, приходите, потому что тема очень обширная, по-моему, очень интересная. Это тема того, о чем счастлив человек. Как подобраться к тому, чтобы изменять характер. Как возможности изменения характера появляются тогда, когда появляется счастье. Когда человек несчастлив, у него нет выхода. Куда за счастьем приходить, девушки? Да. Мужный вопрос. Сейчас, вопрос. Куда за счастьем? Да. Значит, есть такой в Москве неделик... Вот буквально на задворках театра Станиславского и Немировича Данченко. Это музыкальный театр, который стоит на Большой Дмитровке напротив Совета Федерации. Вот по Казицкому переулку, не доходя этого, вот, если свернуть во двор, там как раз клуб Эра Водолея или Аквариан Эйч. И с владельцем этого клуба Феликсом Паком мы создали компанию Reborn, которая занимается именно двумя этими технологиями. Как научить человека стать счастливее, и тогда у него возникает выбор. И это очень интересно, как потом человеку менять свой характер. И это тоже специальная основанная на этологических законах процедура, которую я назвал Mind Reconstruction. Как переделать характер человека из такого, который стремится во что бы то ни стало, добыть себе наркотик. И это стяжательский характер, структура стяжательского характера. к структуре характера охранного, как охранить свое внутреннее счастье. Вот он был несчастным, стал счастливым, а как перейти из одного характера в другой. И вот это Mind Reconstruction, который оказывается основан, то есть когда-то нашли люди основные какие-то струны, на которых можно играть. Назвали это 12-шаговая программа, которую используют анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Но они ее используют, не понимая сути дела, а этологи когда увидят как она устроена, сразу понимают каким образом происходит изменение активации одних инстинктов в подавлении других. Каких и так далее. И вот все это как Brain Building, Mind Reconstruction, как технология того, как жить молодым дольше, то есть как в старости можно использовать свои стволовые клетки эффективнее, потому что это пропадает, стволовых клеток еще полно, человек умирает с ними, а использовать не может. И вот всякие очень интересные находки последнего времени к долгожительству. Приходите в этот центр, и мы с удовольствием будем сотрудничать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...